О том, как и почему студент 4-го курса Владислав Росляков спланировал своё преступление. Александр Шевчук. Первые секунды после взрыва в политехническом колледже, находившиеся рядом, даже не поняли, что происходит. Видно, как люди спокойно идут на звуки выстрелов. Но уже через мгновение из здания начинают выбегать студенты. Прохожие сразу бросаются на помощь раненым. Сидеть можешь? Сидя, сможешь доехать? В больницу пострадавших вывозили не только скорые. Обычные водители на своих автомобилях как можно оперативнее доставляли тяжелораненых. Я пока выстрелил, я услышал пробежать. И что вы увидели? Людей без ног, без рук. Кто-то ворвался, взорвали весь, всё повылетали, все стёкла, взорвали холл. Бегали, потом бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем. По второму этажу открывали кабинет и убивали всех, кого могли найти. Поминутную картину происходившего в здании колледжа предстоит восстановить следователям. Но со слов очевидцев, в том числе тех, кто был внутри, в 11.40 прозвучал звонок на большую перемену между второй и третьей парами. Большинство студентов в отведённые полчаса обычно обедают. Именно в районе столовой раздался взрыв. Дочь в ужасном состоянии, в шоковом, говорить не может. Значит, шла в столовую, был очень сильный взрыв. Она упала от взрывной волны. Потом, когда очнулась, выбежала на улице. Слышу, как бьются стёкла, слышу крики. И я осознаю, что это мне всё не снится. Вот, получается, я выбегаю на улицу, у самой рана в ноге. После взрыва в здании включили пожарную тревогу. Студенты начали выбегать на улицу. Нападавший поднялся на верхний этаж и стрелял по всем, кого встречал на пути. После того, как на улице я увидела, что студент лежит, и у него из шеи кровь течёт, только тогда мы уже поняли, что действительно что-то серьёзное. Но всё равно мы ещё не знали, из-за чего это случилось. Потому что даже не могли предположить. Думали, ну, мало ли, может, там что-то замкнуло, какая-то проводка, где-то что-то взорвалось. Спасаясь, многие побежали во внутренний дворик колледжа. И уже там пытались перебраться через забор. Когда закончились патроны, нападавший покончил с собой в библиотеке колледжа. Возле него была обнаружена сумка с самодельными взрыв-пакетами, паспорт и пропуск в колледж. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Согласно приказу о зачислении, Владислав Росляков был принят в политехнический колледж в 2015 году на специальность «Монтаж и эксплуатация электрооборудования». Вот он на фотографии со своей группой. Но однокурсники сразу отметили необщительность своего товарища. Владислав на парах был замкнутым человеком. Он мало с кем общался. В начале учебы он общался буквально лишь только со мной. Более раскрыто. То есть помимо учебы он мог общаться только со мной. Именно из-за домрупников. Но после начала третьего курса наши с ним связи разбежались. Удалось установить, что Владислав Росляков получил разрешение на оружие лишь 8 сентября этого года. А буквально за 4 дня до трагедии закупил патроны для помпового ружья в местном магазине «Сокол». Как долго он планировал свое нападение, сейчас выясняют. Но известно, что в понедельник он удалил свою страницу в соцсетях, которую вел под вымышленным именем. В доме, где он жил, проведены обыски. Мать Рослякова работает санитаркой в одной из больниц, куда сегодня везли пострадавших в результате нападения ее сына. Отец Рослякова давно не жил с семьей, но сегодня его задержали для допроса.